Триумфально окончив Вторую мировую войну, столица советского государства надевает венец победителя. И не лавровый, а каркасно-бетонный, и не венец даже. А корону, которую видно из любой части города и даже из пригородов. Московские высотки, выросшие после войны, стали не только наградой победителю, но и символом советской власти, простиравшейся теперь далеко за пределы 15 республик. История Московских высоток началась 13 января 1947 года, когда совет министров принял постановление номер 53 о строительстве в городе Москве многоэтажных зданий. Торжественная закладка высоток состоялась уже в сентябре того же 1947 года, когда Москва пышно отмечала свое 800-летие. Но заложены были совсем не те здания, которые в результате построили. Самая грандиозная высотка должна встать на Ленинских горах. По плану гостиницы и жилье надели университет. И не в 32, а в 36 этажей. Следующая высотка на Ленинградском шоссе у стадиона «Динамо». Тоже гостиница и жилье. Но в результате дом переехал на Кутузовский проспект, стал гостиницей «Украина» и добавил три этажа. Пяти другим высоткам отпустили всего по 16 этажей. Это дом у Красных ворот. И административное здание рядом, на Каланчевке. Оно потом стало гостиницей Ленинградской. Такими же 16-этажными планировались и высотка на площади Восстания. И на Смоленской площади. И на Котельнической набережной. Все они в результате подросли. А Котельники вообще в два раза с 16 до 32 этажей. А в самом центре Москвы, у Кремля, в районе с названием «Зарядье», планировался «Гигант», который только в проектах имел 32 этажа. У этой затеи была обратная сторона. Вот вам столица могущественного государства, одолевшего чуму 20 века. Сонные домишки, кривые оконца, скрюченные переулочки и паруса простыней прямо у стен Кремля. То самое «Зарядье». Москва, как и остальная страна, живет трудной послевоенной жизнью, в которой именно 47-й год выдался особенно сложным. Полстраны в руинах, только в России 500 городов. Без крова 11 миллионов человек. Денежная реформа, съевшая половину сбережений. Карточная система, даже в столице. 300 граммов хлеба и столько же картошки в день. Голод из-за неурожая 46-го. Засуха, погубившая хлеб, погубила и миллион жизней. Тем не менее, Советский Союз вывозит хлеб за границу и даже в Германию. Для голодной России вопрос про корма недавнего смертельного врага – вопрос политический. Вопрос господства в Восточной Европе. Положение обязывает. Советский Союз стал во Второй мировой не только победителем, но и другим государством. Победным социалистическим маршем, пройдя пол Европы и оставив ее за собой, Советский Союз стал сверхдержавой. Оттого вопросы политические неизмеримо важнее вопросов практических – жилья, питание. Несметные деньги тратятся на создание атомной бомбы. Необходим военный паритет сверхдержав. И на высотке. Корона, надетая на Москву, оказалась короной метрополии. Надо было зафиксировать столицу государства, которое победило в войне. А тут уже своя сложность, потому что появились новые социалистические государства. В высотке архитектурный паритет сверхдержав – ответ американским небоскребам. И как над созданием сверхвооружений трудились лучшие физики страны, так для создания сверхсооружений были привлечены лучшие архитекторы. Здание на площади Красных Ворот в результате конкурса досталось Алексею Душкину, уже построившему знаменитые станции московского метро – Маяковскую, Новословодскую, Автозаводскую. Неподалеку, на Каланчевке, у трех вокзалов должны были строить Леонид Поляков и Александр Борецкий. Высотку на площади Восстания воздвигал Михаил Пасохин. На Смоленской – Владимир Гельфрейх и Михаил Минкус. На Ленинских горах – Борис Иофан. Автор непостроенного Дворца Советов и знаменитого дома на набережной. У излученной Москвы-реки на Кутузовском проспекте Аркадий Мордвинов. А в Котельниках и в Зарятии должен был работать в ту пору главный архитектор Москвы Дмитрий Чичулин. Я слышала, работая за столом, как они там громко разговаривают, все время с воздуманными голосами размышляют, что делать. Они все очень были высококвалифицированными мастерами, уже с образованием дореволюционным, с вкусами и понятиями глубокими дореволюционными. Но все-таки для них это было неожиданностью, вдруг совершенно изменить облик города. Неожиданность заключалась в том, что весь советский опыт высотного строительства исчерпывался грандиозным долгостроем под названием Дворец Советов. Задумали его в начале 30-х 400-метровым с 80-метровым ленином на макушке. Тогда советские архитекторы во главе с автором проекта Борисом Иофаном ездили за опытом на родину небоскребов в Америку. Изучали перестроительство Дворца Советов, специально направлялась бригада архитекторов в 1937 году во главе с Иофаном ездил. И они, у него и рисунки есть из Нью-Йорка. По запискам Душкина совершенно очевидно, он пишет, что мы исследовали многие здания Нью-Йорка, в том числе Empire State Building, а в тот период времени самое высокое здание в Нью-Йорке и вообще самое высокое здание в мире. И на верхних этажах, американский опыт об этом говорил, при сильных ветровых нагрузках, начиналась выплескиваться вода из раковин и монетазов. И жить в верхних этажах этих зданий в течение долгого времени было очень сложно. Весь полученный в Америке опыт применить не успели. К началу войны каркас Дворца Советов довели только до 60 метров. Да и то пришлось его разобрать. Сначала на противотанковые ежи, потом на ремонт железной дороги. Котлас-Воркута. А когда к высотному строительству вернулись, прошло уже 10 лет. Проблема воды на верхних этажах была американцами решена, но как, про то советским инженерам и архитекторам знать было не положено. Железный занавес превратил СССР и Запад во врагов. И постановление о строительстве в Москве высотных зданий недвусмысленно гласило, проектируемые здания не должны повторять образцы известных за границей многоэтажных зданий. Однако, естественно, журналы были, были какие-то сведения по тому, что строилось в Соединенных Штатах Америки. И надо сказать, что наиболее, так сказать, активно строившийся дом, это здание на Смоленской площади, он имеет какие-то переклички с западной, как теперь говорят, или с американской архитектурой. А если есть перекличка с американскими, то, значит, плохо выполняли постановление, потому что постановление, да, вот пусть бы они лучше походили на колокольни церковные старые. Так и вышло, и ничего в этом удивительного не было. Советская идеология тогда давала странный сбой, в результате которого прошлое страны, на очернение которого было потрачено столько сил, из проклятого превратилось в великое. Еще перед войной на киноэкранах, как наваждение, предстали защитник Отечества Александр Невский, образцовые цари Иван Грозный и Петр Первый. Война только усилила тягу к прошлому. Наркоматы переименовали в министерство, и в 43-м году в Красной Армии, как при царе, ввели погоны. И в том же 43-м при правительстве был создан Совет по делам Русской Православной Церкви. Ее, можно сказать, включили в советский обиход. Что это было? Еще одна мобилизующая сила в руках государства или глубокий страх булого семинариста Сталина перед лицом захватчика? В начале 45-го Сталин санкционировал проведение в Москве поместного собора. Вновь открыли сотни церквей и десятки монастырей. Церковно-историческая эйфория у советской власти продолжалась до 48-го года. И проектирование высоток как раз попало в эту грандиозную кампанию. Им действительно лучше было повторить русскую церковную многоярусность и пятиглавие, чем бездушные конструкции потенциального противника. Если вы посмотрите на Новодевичий монастырь, там главная колокольня, она тоже имеет уступчатую структуру. Это главное и узнаваемое, не говоря о деталях. И вот это главное и узнаваемое, оно было сохранено в высотных домах. Впрочем, первые эскизы зданий были далеки от этого идеала. Проектирование сталкивалось со специфическими высотными трудностями. Как скомпоновать высотную часть для того, чтобы она воспринималась и с дальних позиций, и для того, когда вы стоите внизу, у подножия здания высота не пожирала всю архитектуру. Когда мы сделали первое задание, это было громоздко страшно, потому что два на два вот такие были доски. Мы на них лёжно должны были расчерчивать фасады, разрезы. Это всё было невероятно мучительно. Когда они проектировали, они прямо листы, углем выполненные фрагменты университета, в натуральную величину развешивали, мастерская их прямо на улице, для того, чтобы, так сказать, представить, как это всё впишется в окружающий засор. Сложность расчёта деталей, расположенных на большой высоте, принуждала к отчаянным мирам. Та у нас очень хорошая была, хороших пропорций натурщица была, красивая. Я помню Бабурин, Михаил Фёдорович, он был главным у нас. В общем, он её размечал чернильным карандашом. Это не для записи, но, в общем, разметит её, не мыться, не мыться. И, в общем, она ходила, не мылась, потому что, чтобы не смыть вот эти отметки. Это же надо было пропорции ещё соблюсти. На такой высоте, это же надо быть большим мастером, чтобы рассчитать, чтобы пропорции не искажались. Но, несмотря на самопожертвование, советские высотки в первом приближении оказались не очень самобытными. Все они несли родовые черты своих американских предков. Вот так выглядел дом на красных воротах Алексея Душкина. А так, небоскреб Вулварта в Нью-Йорке. Ещё был сделан не один эскиз. Здание значительно поменялось, и всё же. Также менялись от эскиза к эскизу дом на площади Восстания Михаила Пасохина, здание на Воробьёвых горах, над которым трудился Борис Иоафан, и дом на Смоленской площади Гельфрейха и Минкуса. Этот последний был на самом деле построен прежде других и вызвал нарекания вождя чрезмерным сходством с американским прототипом. Так что финальный самобытный штрих в облик первой высотки внёс лично отец народов. По известной легенде, проезжая мимо и возмутившись, Сталин предложил к уже построенному зданию приделать шпиль. Немыслимая для инженеров и оскорбительная для архитекторов задача, конечно, не обсуждалась и была выполнена. Со всей поспешностью. Следы этой поспешности видны по сей день. Шпиль на Смоленке бутафорский. Он сделан не из камня, а из жести. Иначе здание не выдержало бы его веса. Этот шпиль ржавеет и ежегодно красится. Но даже ради этой бутафории архитекторам Гельфрейху и Минкусу пришлось поломать голову и ни одно перекрытие. Минкус со слезами мне рассказывал на стройке, что они должны были моментально сделать этот шпиль, а так как это было уже все построено, то они пробивали пять этажей, чтобы пропустить опоры, чтобы закрепить этот дурацкий шпиль. Автор этого проекта Гельфрейх тогда обратился с просьбой к моему отцу, а он, соответственно, это перед Хрущевым этот вопрос поставил, о снятии шпиля здания на Смоленской площади. Ну, Хрущев отрицательно отнесся. Он, конечно, очень, так сказать, также отрицательно относился к Сталину, и он сказал, что пусть отстанется память глупости Сталина. Высотка у Красных ворот тоже обрела шпиль. По высшей воле и молниеносно. Вечером уезжали на метро. Не было никакого шпиля. Вдруг утром приходит, а за ночь появился шпиль на высотном здании. Ни одна из столиц союзных республик не удостоилась такого застывшего гимна победы над фашизмом, которым вроде были объявлены высотки. Зато одну из них поставили на вечном западном форпосте в польской Варшаве, как явное свидетельство советской экспансии. Потому что больше, чем памятником победе, высотки служили демонстрацией советского архитектурного флага. И оттого в Москве они большей частью были предоставлены организациям, имеющим дело с внешним миром. В трех из восьми должны были располагаться гостиницы для интуристов. Хотя не совсем ясно, как они могли попасть в СССР из-за железного занавеса. А в четвертую высотку со сталинским шпилем на Смоленской площади в 52-м году неожиданно для всех поселяют не кого-нибудь, а Министерство иностранных дел. Да, после войны международный авторитет СССР вырос, дипломатам добавилась работа, но острой необходимости в переезде из скромного здания на Кузнецком мосту у дипломатов не было. Там на Кузнецком мосту нас было очень мало. Вы знаете, как семейная обстановка была. Ускавленный самый главный отдел был, германский отдел. Нас было всего шесть человек. А туда входило и Австрия, и Венгрия, и Швейцария. Однако послы иностранных держав, и подвластных, и недружественных, появляясь в таких могущественных коридорах МИДа, пусть и пустынных, испытают больше трепета и благоговения перед советской сверхдержавой, нежели в благородном, но слишком изящном строении начала века. Новое дело поручили не московским строителям, а самым сильным министерствам, тем, в практике которых встречалось возведение грандиозных объектов. Дом на площади Восстания строило Министерство авиационной промышленности, будущий МИД – Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии, а здание в котельниках – Министерство внутренних дел. Но это не облегчало задачи. С точки зрения технологий, строительной базы, мы имели определенное отставание от Америки. Это очевидно, и в большой степени многие достижения того времени были связаны с огромным титаническим трудом огромного количества людей. Это, в общем, было строительство пирамид Хеопса в какой-то степени. Конечно, для высотного строительства была создана новая специальная техника. Именно тогда, еще до Хрущева, было положено начало индустриальному строительству. Но это было только начало. Советские пирамиды по-прежнему строили советские рабы. Ну, рабочие силы после войны, вы же понимаете, что такое 27 миллионов погибших в войну, рабочей силы не хватало. Вот если взять сейчас переписку послевоенной МВД с другими ведомствами, это просто один сплошной вопль. Дайте заключенных. Это Академия наук, театры, Министерство культуры. Все они просили заключенных. И недаром есть одна из резолюций министра внутренних дел СССР, Сергей Никифорович Круглова. Он обращается к начальнику ГУЛАГа Добрынину и пишет, товарищ Добрынин, где же мы с вами возьмем столько заключенных, мы же их родить не можем. На 47-м год, на 50-е годы, на которые приходится строительство этих высоток, где-то было около, можно так сказать, округленной цифры, двух миллионов заключенных в распоряжении МВД. Соответственно, больше всего заключенных было именно на стройках МВД. Одна из них – высотка в Котельниках, возводимая МВД под руководством Дмитрия Чичулина. Его дочь Галина трудилась там над скульптурами и барельефами, богато украшающими здания. Некоторые из них стали памятниками советским ЗК. У нас там на барельефе фигура мужская держит знамя. Так вот, в таком движении. Это очень трудно. Вообще базировать трудно. Тяжелый труд. Вот. Взяли такого солидного парня, молодого, сложенного хорошо. Он постоял минут 15 и упал в обморок. Кроме заключенных, в основном бытовиков, трудились на строительстве и военно-пленные – 700 человек. И лагерные бараки для них были прямо на стройплощадке. Постановлением Сталина в столице запрещалось держать лагеря. Но ситуация с масштабным строительством была безвыходная. Ограничились тем, что усилили охрану. Заключенные работали на котельниках строительства МВД и на Ленинских горах, на самой большой высотке, судьба которой стала меняться. Началось все с того, что осенью 47-го отдыхавший на своей даче в Гаграх на Холодной речке Сталин пригласил в гости отдыхавшего неподалеку в Сочи ближайшего своего соратника Андрея Жданова с женой и сыном Юрием, будущим сталинским зятем, мужем Светланы Аллилуйевой. Разговор касался разных вопросов, и курортных, и политических. И затем вдруг неожиданно, поскольку я работал тогда в Московском уже университете, переключился на университет. Вот, создать новый университет, и сказал при этом, где-нибудь на Воробьевых горах. Он по старинке, значит, называл Воробьевы горы. Осенний вечер в Гаграх завершился назначением нового ректора, Александра Несмеянова. С ним младший Жданов написал на имя Сталина отчаянную записку о строительстве нового здания МГУ в целых 10 этажей. На нас смотрели, как на тронутых. Вы знаете, что мы написали? Ну вот, хотим университет построить. Да разве можно строить университет выше четырех этажей? Нас вызывают прямо на заседание политбюро Несмеянова и меня. И Сталин начинает прямо, что вот, говорит, здесь поставлен вопрос о строительстве Московского университета. И спрашивает Лаврентий Павлович, что у нас запланировано на Воробьевых горах? Он говорит, жилой комплекс. Вот, говорит, и превратим этот жилой комплекс в университет. Вот, мы сидим, как пришибленные. Вот, значит, думаем, ситуация меняется. Потом, обращаясь к Микояну, Анастасу Ивановичу Сталин говорит, значит, Микоян был министр внешней торговли. Вот, примите все заказы на приобретение оборудования, оснащения для нового университета. Современные приборы, современное оборудование, мебель и прочее. Микоян получил прямое здесь указание. Потом Сталин говорит, должно быть при университете хорошее общежитие. Сколько будет студентов? Шесть тысяч, Несмеянов отвечает. Значит, должно быть шесть тысяч комнат в общежитии. Тогда вот здесь вмешался Молотов. Ну, говорит, товарищ Сталин, это скучно студенту в одной комнате одному жить. Пусть хоть подвое поселяют. Все основные вопросы были решены, как видите, где? Оснащение, общежитие, оборудование буквально за четверть часа. Параллельно серьезные изменения происходят и в структуре, разрабатывавшие высотку на Ленинских горах. Самое большое здание в 32 этажа проектировало управление строительства Дворца Советов. Как сказали бы сейчас, элитное управление, которое в ожидании начала строительных работ над главным зданием страны пополняло разнообразные важные заказы. Началось все с того, что от работы был отстранен архитектор Борис Иофан, он же автор главного объекта управления Дворца Советов. Формально, потому что архитектор планировал расположить высотку прямо на краю Ленинских гор, чтобы здание было лучше видно из города. Однако на такой вариант не соглашались власти. Почему он не соглашался с правительством, чтобы строить на Бровке Ленинских гор? Ходят разные разговоры, но как рассказывал мне соратник и сотрудник Иофана, там было очень много каких-то очень важных коммуникаций на Бровке Ленинских гор, и соответствующее ведомство не давали свое согласие. Что это были за коммуникации, остается только догадываться. Но архитектор Иофан стал их жертвой, так и не воплотив два своих самых грандиозных проекта – МГУ и Дворец Советов. Работы были переданы архитектору Льву Рудневу. Он сохранил абрест здания, только отодвинул его вглубь. Вторая и серьезнейшая кадровая перемена. Начальником управления строительства Дворца Советов назначается будущий генерал армии Александр Комаровский. Фигура в истории Советской империи столь же грандиозная, сколь и зловещая. Незадолго до нового назначения под его руководством на Южном Урале строился знаменитый теперь город Озерск и не менее знаменитое предприятие «Маяк», где летом 1948 запущен первый в СССР промышленный реактор для производства оружейного плутония. В 1949-м, вскоре после испытания атомной бомбы, Комаровский стал героем социалистического труда. А по окончании работ над зданием МГУ, Комаровский руководил строительством первой советской атомной электростанции в Обнинске. Однако все эти выдающиеся объекты были построены рабскими руками заключенных, которыми командовал Комаровский, будучи начальником лагерного управления МВД. Самый большой лагерный главк МВД в это время, это было Главное управление лагерей промышленного строительства, так называемый главпромстрой, который строил всю атомную промышленность СССР. И вот насколько было важным значение этих высотных зданий, что этому же главку поручили строить здание университета. Заключенные трудились в основном над зданиями физического и химического факультетов. Но был в истории строительства на Ленинских горах момент, когда будущий университет стал лагерной зоной. Единственный раз заключенные работали на отделочных работах в высотном здании, когда они стали отставать с отделкой. Тогда на 22 этаже уже построенного высотного здания был создан отдельный лагерный пункт на 700 человек. Вот в этом отдельном лагерном пункте они там и жили, и там же работали. Университет, как только он стал университетом, оказался стройкой важнейшей из важных. Так же, как и в заключенных, строительство университета не знало отказа ни в чем остальном. Если прочие высотки каждое ведомство строило, можно сказать, с опорой на собственные силы, то для университета понадобились без преувеличения усилия всей голодной и разрушенной послевоенной страны. Не было министерства, которое Совмин не обязал бы к участию своими постановлениями, вылетавшими из-под руки Сталина едва не пулеметной очередью. От Министерства сельскохозяйственного машиностроения требуют поставить 6 тысяч топоров. Министерство сельского хозяйства должно доставить из Латвийской СССР 150 лошадей. Министерство заготовок 20 тонн пакли. Министерство автомобильной и тракторной промышленности дополнительно 40 автомашин ЗИС-150 за счет уменьшения на это количество поставки автомашин в Министерство вооруженных сил. Министерство металлургической промышленности 400 тонн балок и 16 тонн колючей проволоки. И даже шоферам, возившим саженцы для озеленения территории, разрешили применить 15-процентную надбавку за высотные работы. Были и встречные предложения. Знаменитый скульптор Вера Мухина написала Лаврентию Павловичу письмо с предложением переставить к МГУ своих рабочего и колхозниц. Выглядело бы это примерно так. Скульптор предлагала установить гегемонов прямо на Бровке у обрывок Москвы-реки. Мухиной отказали. Даже без этой достойной работы скульптур в здании МГУ было запланировано предостаточно. Первоначально советский храм науки должен был увенчать ее русский бог Ломоносов. Но позже его все же вернули на землю и поставили у входа. А воспарили, наоборот, жаждущие знаний циклопические прихожане. И я сидела в голове у этой женщины. Потом, после формовки, мы выкладывали их вот такими плиточками, такими с хвостиками цементными. Скромная по сравнению с громадой университета высотка на Красных Воротах на самом деле намного сложнее и оригинальнее. Дело в том, что параллельно с работами высотными велись работы подземные. Прямо здесь, под домом, находится станция метро «Красные ворота». И вот в этом его крыле архитектор Душкин запланировал сделать второй выход из станции – глубокий 24 метра тоннель. Недаром же дом строило Министерство путей сообщения. И строило с наклоном. Вот так. Конечно, по окончании строительства здание вернулось в вертикальное положение. Таков был сложнейший инженерный расчет. Но все могло бы быть гораздо проще, если бы не магическое советское понятие – сроки. Если бы не они, можно было бы сначала завершить работы под землей, а потом устремляться ввысь. Так и было задумано. Это был именно Душкин, который требовал открытия второго выхода станции «Красные ворота» и введения вестибюля в недры высотного здания, испытывая при этом колоссальное сопротивление. Но когда сопротивление было сломлено, архитектор оказался перед необходимостью строить в двух взаимоисключающих направлениях – вверх и вниз. Иначе не успевали. К тому же для вестибюля метро даже нельзя было рыть обычный котлован. Потребовалось бы перекрывать улицу, по которой шел уже тогда плотный поток транспорта к трем вокзалам. И тогда решили прибегнуть к методу предварительно замороженного грунта, который создал бы вокруг будущего тоннеля водонепроницаемый щит и серьезно сократил бы размеры стройплощадки. Опыт такого строительства уже был и на шахтах, и в метро, но не в таких масштабах. 270 скважин 27 метров глубиной. Все они подключены к замораживающим станциям, которые компрессорами, наподобие тех, что в холодильниках, постоянно гоняли по этим скважинам соляной раствор. Его так и называли – рассол. Однако тела при охлаждении, как известно, сжимаются. И если бы возводившуюся в то же время и на том же месте высотку строили строго вертикально, то по окончании работ и оттаиванию грунта огромное здание неминуемо накоренилось бы, став второй Пизанской башней. Для того, чтобы выйти из создавшегося положения, главный конструктор проекта этого здания, Виктор Михайлович Абрамов, выдвинул такую идею – строить, собирать металлический каркас здания с предварительно рассчитанным, заданным наклоном в другую сторону. Каркас имеет высоту примерно 100 метров. Так вот, на вершине его отклонение должно было бы составить 160 миллиметров, 16 сантиметров. Здесь у нас начались осложнения, и очень сильные осложнения, с внешним миром. Когда выходящие из метро старые станции люди смотрели, то они поражались. Почему? Это криво монтируют, как они называли, криво. Наклон довольно сильный. Вот. И поэтому посыпались письма, что вот строители у Красных Ворот делают, понимаете, некачественно работают и так далее. Тревожные мысли посещали даже самих строителей. Бывало, все-таки едешь домой отдыхать, тогда мысли приходят. Тогда невольно вспоминаешь, что у тебя здание монтируется с наклоном. И тогда невольно вспоминаешь Пизанскую башню в Италии. И вспоминаешь даже Невьяновскую башню на Урале. Причем ведь процесс оттаивания грунта очень медленный. И для тех, кто взялся проводить эту операцию, это вообще была пытка. Несколько месяцев наблюдать через оптические приборы за поведением каркаса, как он постепенно занимает вертикальное положение, остановится ли он в этом положении. Надо представить себе нервное напряжение этих людей. Но, как мы видим, здание стоит до сих пор и будет стоять еще долго. Все обошлось. Точнее, почти обошлось. Значит, каркас занял вертикальное положение, но потом начал отклоняться уже в противоположную сторону. Но, как бы то ни было, отклонение, которое получил в действительности каркас, не является, ну, находится в пределах допустимого. Оно в настоящее время составляет примерно те же 16 сантиметров, что и были заданы в противоположную сторону в качестве контркрена. В 52-м году началось заселение жилых высоток на площади Восстания, у Красных Ворот и в Котельниках. Но, несмотря на весь их масштаб, вопрос, кому предоставить квартиры, оказался очень острым. Жилья в столице отчаянно не хватало. Даже помощник министра иностранных дел, генерал-майор дипслужбы Николай Луньков, жил в это время в коммуналке. Восемь комнат. Это Орликов переулок у Красных Ворот. Но поскольку оттуда до Кузнецкого моста, до нашего министерства, было минут 12-15 ходу, то я за сколько мы там, 9-10 месяцев были в этой 8-комнатной муниципальной квартире. Я ни разу не побрился, не умылся там. У меня все это было в министерстве. Я приходил там, брился, умывался и прочее. А замечательная актриса Клара Степановна Лучко в одном из последних интервью рассказала о навязчивом жилищном сне. Понимаете, когда мы жили в коммуналке, мне часто снились сны, что у меня две комнаты. И что я обязательно почему-то в розовой ночной сорочке выхожу, с кружавчиками, выхожу из спальни вот в эту столовую гостиную. И я смотрю, думаю, боже мой, это вторая комната, где никто не спит. Здесь я могу телевизор посмотреть. Сон был в руку. Клара Лучко оказалась среди тех счастливцев, которые получили квартиры. Раздавал их ни много ни мало Совет Министров СССР. Распоряжением от 20 сентября за подписью Сталина выделены квартирные квоты разным министерствам. Последние составляли списки. Попавшие в них получали смотровой ордер и отправлялись выбирать квартиру. Кларе Лучко предложили квартиру в котельниках. И на это произвело на нас, конечно, впечатление сказки. И показывал нам квартиру комендант. Все квартиры на этом этаже были свободны. Значит, среди них три двухкомнатные и одна трехкомнатная. Значит, он привел нас и говорит, выбирайте любую двухкомнатную квартиру. Они, в общем-то, в метраже почти одинаковые. И я выбрала, чтобы во двор выбрать, где свежий воздух, там и деревья видны. И все, я выбрала там, где хорошая окраска стен. Мне понравились стены. Вот они были салатные, желтенькие. Квоты, естественно, оказались малы. В Совмин на высочайшие имена потекли письма обделенных. Там для этих просьб завели дело о распределении квартир в высотках с грифом «совершенно секретно». Министр МПС жалуется, что в доме у Красных Ворот, которое построено этим ведомством, железнодорожникам из 270 квартир досталось только 30. Министр просит хотя бы 100, потому что работники живут без семьи в вагонах, общежитиях у знакомых. Министерство госбезопасности просит еще 20 квартир в этом же здании для сотрудников МГБ на транспорте, потому что отдельные офицеры живут в стесненной обстановке, не позволяющей создать условия для работы над собой. Некоторые граждане обращались с просьбами наверх от своего имени. Имена эти были громкие. Вот письмо эстрадных артистов Марии Мироновой и Александра Минакера с беглой резолюцией карандашом. Высотные дома заселены. Вот кинорежиссер Иван Пырьев пишет. «Дорогой Лаврентий Павлович, вместе с моей женой Мариной Ладыниной и большой семьей я живу в двух небольших смежных квартирах, соединенных между собой проходом через уборную. За свою творческую жизнь я сделал более 15 картин. Некоторые из них вы, очевидно, помните». Далее перечисление. «Очень и очень прошу вас, дорогой Лаврентий Павлович, помогите нам». Замечательный Ростислав Янович Плят пишет управделами Савмина Помозневу. «Условия, в которых я живу сейчас, исключают возможность нормальной работы и покойного отдыха дома, так как я вместе с женой занимаю одну комнату в трехкомнатной квартире, где кроме нас живут еще две семьи». Четыре великих музыканта – Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Святослав Рихтер и Эмиль Гилельс – поставили подписи под обращением к Сталину с просьбой о квартире для великой пианистки Марии Гринберг. Мария Гринберг, сказано в письме, является лучшей женщиной-пианисткой нашей страны. Живет она в одной комнате со своей семьей из трех человек и не имеет поэтому никаких условий для творческой работы. А Николай Черкасов, актер и депутат, решил помочь в добыче квартиры чете Лилии Брик и Владимира Катаняна. И квартира выдается Лилии Брик, но как жене Маяковского, а вовсе не Катаняна. И, наконец, под грифом «совершенно секретно» представлен проект о выделении 11 квартир в высотном доме в Котельниках научным работникам, работающим по заданиям первого главного управления при Совмине. Иными словами, надатомным проектом. В списке кандидатов два заключенных – Щелкин и Новиков. Против их фамилии – карандашная ЗК. Судьбу этих просьб решал Лаврентий Берия. Его резолюции на крошечных клочках. Рассмотрите и помогите. Заинтересуйтесь. Квартиры в высотках получили и их создатели – архитекторы. Дмитрий Чичулин поселился в своих котельниках. Семья Михаила Пасохина получила квартиру в доме, построенном архитектором на площади Восстания. Когда мы въехали в квартиру, там была обставлена кухня. Мебель такой, ну, простой. По нынешним временам это, конечно, все смешно выглядит, может быть. Но тогда это потрясало людей просто. То есть они… там были, значит, кухня была сделана. Потом даже в ванной, я помню, стоял такой ящик специальный для грязного белья. В целобатной части там был и кинотеатр, и ателье, и разные функционального назначения магазинчики, еще дополнительно вот к этому великолепному гастроному, который действительно в то время поражал изобилием продуктов. И рыбы плавали, икра стояла там в каких-то, значит, неимоверных этих хрустальных вазах и так далее. Все это невероятное великолепие обошлось в стране в кругленькую сумму, даже в ценах 50-го года. Каждая высотка, кроме университета, обошлась в 300-350 миллионов пореформенных рублей. Например, на площади Восстания – 361 миллион, что по расчетам некоторых специалистов в деньгах нынешних составляет 2 миллиарда 527 миллионов рублей или 90 миллионов 250 тысяч современных долларов. Вместе 6 высоток стоили почти полмиллиарда в нынешней американской валюте. Смета же на строительство МГУ была утверждена только через три года после начала работ, в декабре 1951-го. Причем в ней не учтены деньги, потраченные до 1 июля 50-го года, не говоря уже о зарплате многочисленных строителей-заключенных, поскольку они работали не за деньги, а за свободу, и получали вместо зарплаты зачеты. Но даже с этими исключениями потраченная на МГУ сумма составила 2 миллиарда 631 миллион 200 тысяч советских рублей. Соответственно, 18 миллиардов 418 миллионов 400 тысяч рублей российских. Или 657 миллионов 800 тысяч нынешних долларов. Для сравнения, примерно в этот же период времени, с 46-го по 50-й, примерно такая же, даже чуть меньшая сумма, 2 миллиарда советских переформенных рублей, выделена на восстановление всего Сталинграда. К окончанию первой послевоенной пятилетки, более 1800 сталинградских семей, это 5000 человек, продолжали жить в подвалах и в землянках. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ...во всей красе в сердце столицы и превратила ее в город контраста. Не было в Москве строений более несвоевременных, более неуместных на фоне жилых послевоенных подвалов и сарая. За, конечно, уже садовым кольцом, туда, где была школа, куда я ходил учиться, значит, там стояли фактически избы, бараки, значит, там, где здание СЭВА сейчас находится, ну, или как бывшее здание СЭВА, это теперь мэрия вот эта, там находилась женская тюрьма, и пока мы, значит, шли в эту школу, там 100 этих домов проходил, бабы с коромыслами ходили, значит, ведра носили. Так выглядело место строительства МГУ до начала работ. Так после. Коза принадлежит крестьянам из села Воробьева. Их домишки лепятся прямо к подножью храма науки. Только на их переселение со всем скарбом и козой было потрачено 10 миллионов новых девальвированных рублей. Высотные затраты и контрасты были слишком очевидны, даже слишком вопиющи, чтобы при смене вех не обратиться из достоинства в недостатки. Новое здание университета приняло первых студентов в сентябре 1953-го. Хрущев на открытие не приехал. Позже на совещании строителей в Кремле он высмеял все то, чем еще недавно гордились. Больше всего досталась гостиница «Ленинградская». Из всех высоток в ней наиболее полно отражена русская церковная архитектура, богатая нарышкинская барокко. Виктор Некрасов писал, что заходя в Ленинградскую, невольно, как в храме, хочется снять шапку перед золотым алтарем, оказывающимся, к величайшему твоему удивлению, просто входом в лифт. Вот за эту никчемную церковность авторы высотки Поляков и Борецкий были лишены Хрущевым сталинской премии. И также по причине смены вех на берегу Москвы-реки у самого Кремля не возведена восьмая, самая могучая административная высотка. Именно она могла взять на себя функцию главного здания страны в отсутствие так и не построенного Дворца Советов. Но на нее, говорят, не хватило денег. Еще одно объяснение отсутствия в заряде восьмой высотке недавно пришло в голову сотрудницы Дмитрия Чичулина, автора невоплощенного проекта. И вот только теперь я дошла своему мишкам несчастным, что Чичулин взял это на себя не по корысти, не желание оказаться самым главным строителем вот самого главного здания. Это вот бог знает чего. По мнению Бровченко, Чичулин взялся за проектирование высотки только для того, чтобы она никогда не была построена, чтобы храм Василия Блаженного и весь ансамбль Кремля не были задавлены социалистическим гигантом. Бесконечно что-то переделывал, предлагал заведомо непроходные проекты, которые громили на архитектурных советах коллеги и чиновники за нерациональное использование то пространства, то материала. Свал на этот рис сознательно. Причем ему помогали. Вот я уверена, что вот эти все мастера архитектуры этими дурацкими выступлениями на советах, ну что они действительно глупенькие, ну они просто выступали специально, чтобы затянуть это дело. И затянули. К моменту смерти Сталина высотка в Зарядье выглядела вот так. То есть был готов только цокольный этаж. На этом стройку законсервировали, проще говоря, забросили. И только спустя 10 лет Дмитрий Чичулин вернулся на это место. Но не с высоткой. По совсем известной гостинице «Россия», которую воздвигли прямо на цоколе несостоявшегося колосса. Самая большая в Европе гостиница легла могильной плитой на высотном строительстве. За ней маячил пятиэтажный Советский Союз. Редактор субтитров А.Семкин